Кхм-кхм. Это было неожиданно. Сегодня ушел ютубер Вик71к. И это никакой не кликбейт. Объясняю, что произошло. Буквально 15 минут назад Вик выложил видео на своем ютуб канале, что уходит из ютуба как чекенганер. Такие же стали причины этого. Как заявляет сам Вик, он не может сосредоточиться на создании и монтаже видео. У него банально нет мотивации. Такая проблема, увы, в наше время дико распространена. Вику, скорее, нет мотивации делать видео по чекенгану, потому что он ему уже знатно надоел. Как игра, она не вызывает у него никакого интереса. В принципе, понятно почему. Однообразные обновления, которые выходят раз в 4 месяца. Ладно бы однообразные, но сделанные по полной халтуре. Наплевательское отношение разработчика к своему комьюнити. И банально заезженность всего чекенгана, как игры в целом. Также у Вика были еще и личные проблемы, связанные со смертью его бабушки. И именно с этих проблем он не мог сосредоточиться на видеороликах. Однако, как заявляет сам Вик, в комьюнити чекенгана он останется, потому что оно его не отпускает. Понятно почему. Он находится в нем 4 года, и оно стало для него родным. Несмотря на то, что частично деградирует. А что же ждет его канал дальше? Ну, во-первых, это ребрендинг. Никнейм он поменяет на Вика71. С тематикой канала он пока что не определился. И, скорее всего, не определится в последнее время, так как хочет взять себе отдых. Так как решил собрать себе персональный компьютер. Какой из всего этого итог? Из-за халтурности разработчика чекенгана умирает не просто как игра, а и как свое креативное комьюнити. Потому что Вик71К был, по сути, самым адекватным чекенганером, который делал очень качественный контент на относительно небольшую аудиторию. И вместе с уходом Вика уйдет и понимание чекенгана как хорошей игры, которой она, по сути, и не является. Из-за халтурности все того же разработчика и стремления выжить из игры только деньги. Серьезно, ему бы это давно стоило передать проект в другие руки, более хорошему человеку, который, может быть, сделал, ну, хотя бы что-то на уровне приватного сервера Фрузера. К тому же Фрузеру проект передать, он бы его превратил в нормальную игру. Но нет, мы будем сидеть, халтурничать и терять интеллект к себе и к своему творению. Да, негативная была нотка. Все новости о себе Вик будет писать в его телеграм-канале, так что его подписчикам желательно перейти туда. И посмотреть, конечно же, его ролик с полными объяснениями. Пока что на этом все. Всем удачи. Продолжение следует.